В парламенте вновь подняли вопрос об открытии свободной экономической зоны Баткен. Однако мнения на этот счет разделились. Профильный комитет предлагает отклонить его, так как со следующего года, ввиду вступления в ЕС, условия работы СЭЗов изменятся и станут менее выгодными. Другие говорят, что это пока единственная возможность привлечь инвесторов. Джебека Порбекова выслушала мнение. Баткенская область знаменита своими абрикосами, рисом, табаком. Однако инвестиций для производства нет. Поэтому депутаты вновь подняли вопрос о создании СЭЗ Баткен. Они уверены, что СЭЗ может в кратчайшие сроки поднять уровень экономики и сделать ее более конкурентоспособным по сравнению с приграничным Таджикистаном. Депутат Дастан Бекешев заявляет, что закон, безусловно, хороший и он нужен. Но в таком виде, как сейчас, он работать не будет. Нам нужно посмотреть, какие мы можем сделать налоговые послабления, послабления в плане соцсочислений в соцфонд, чтобы инвестор мог прийти и действительно работать, а не так, чтобы ему пустое место дали и сказали, вот мы тебя будем полностью облагать, но ты попытайся развиваться. Нет, так не получится. Поэтому я говорю, что мы этот закон сейчас должны отклонить. Вообще, цель создания СЭЗ – развитие так называемых депрессивных зон, чтобы они смогли развиваться экономически. Однако, часть депутатов не видит смысла в открытии новых СЭЗ, потому как новые правила в рамках ЕАЭС сделают фактически невозможным экспорт продукции. Ведь все товары, произведенные в СЭЗ, будут облагаться пошлинами по тарифам Союза. Производственники или бизнесмены там пускай открывают. Если налоги сейчас сократим, там без налогов будет на 5 лет, на 10 лет, ну тогда у нас получится, тогда уже там сам по себе свободная экономическая зона будет. На сегодняшний день функционируют пять крупных свободных экономических зон. В частности, СЭЗ Бишкек, Нарын, Маймак, Каракол и Лейлек. Однако, фактически работает только СЭЗ Бишкек. Другие показали себя малоэффективными. Поэтому, по словам министра экономики Арзебека Кодиошева, работа СЭЗ будет пересматриваться в корне. Сейчас работает у нас, как бы создан СЭЗ Лейлек, но она не функционирует. Уже почти 10 лет она должна была функционировать, но она не функционирует. Видимо, предприниматели не заинтересованы пока входить в режим СЭЗ, в Лейлекский, если говорить. Поэтому, мне кажется, данный вопрос нужно комплексно посмотреть. И мы сейчас создали рабочую группу, и по данному вопросу в ближайшее время мы с предложениями выйдем. По итогам спора в парламенте было принято постановление о трансформировании свободных экономических зон в специальные налоговые зоны, где ставки по налогам и страховым взносам по социальному страхованию будут сведены к минимуму.